Полупустые коридоры в детской консультативной поликлинике – картина не совсем привычная, но глаз радует, особенно ранним утром в будний дождливый день. Это самое яркое и весомое подтверждение того, что грипп и ОРВИ в Бресте под особым контролем. Пика заболеваемости в период предполагаемого сезонного подъема нет, но болеющие, конечно, имеются, однако число их не превышает пороговый эпидемиологический уровень. «Больше подвержены риску заболевания инфекционными болезнями – это дети до трех лет, а также дети, которые посещают учреждения образования, то есть особенно дошкольные, потому что идет контакт между собой, но чаще всего это дети до трех лет, потому что у них еще до конца полностью не сформировался иммунитет. Если сравнивать с летом, то в осенний период мы наблюдаем рост инфекционной заболеваемости, потому что похолодало, стало влажно на улице, то есть надо очень важно также соблюдать, чтобы дети не перегревались и не переохлаждались, то есть были одеты по погоде, вот, и меньше стали, ну, как бы еще употребляют свежие фрукты овощи, но их же стало меньше, так как уже закончился активный летний период, вот, тоже с этим связано». Олег Сорока со своим четырехлетним сынишкой на прием к педиатру приходит уже не первый раз в этом году, чтобы удостовериться, что у ребенка все в порядке со здоровьем, профилактика в приоритете. «Мы постоянно следим за здоровьем наших детей, вот, выделяем этому основное наше внимание, поэтому дети ходят на спортивные секции, в общеразвивающие, старший ребенок ходит уже на волейбол, младший занимается, есть занятия у нас в Лазурном на песках, вот, ну, помимо спорта еще дети занимаются, точнее, ну, не дети, а мы как бы, ну, витамины, то, что комплекс витаминов принимают, проветривание очень важное, то есть в квартире должен быть постоянно свежий воздух. Осенне-зимний период – это основной период распространения вирусов. Сейчас еще недостаточно холодно и большая влажность, поэтому вирусы, ну, атакуют, это видно». Светлана Кравцова – мама ответственная. Она понимает, что даже самая банальная простуда может доставить массу неприятностей. Першение в горле, заложенность носа, слабость, тяжелая голова. Потому изо дня в день она поддерживает иммунитет своих детей. «Круглогодично следить за питанием, стараться кушать правильные продукты, поменьше сладостей, особенно магазинных, поменьше газированных напитков, полуфабрикатов поменьше, ну, побольше натуральных продуктов, фрукты, овощи, мясо желательно такое, ну, натуральное, нормальное, если есть возможность свое домашнее. Двое детей, два разных иммунитета. Девочка младшая у нее с иммунитетом получше, старший мальчик чаще болеет. Ну, летом в основном закаливаемся, ходим на речку, солнышко, гуляем». К ребенку нужно прислушиваться, за ребенком необходимо наблюдать. Если что-то в поведении, в настроении настораживает, плохой аппетит, неспокойный сон, жалобы на головную боль, не следует оставлять данный факт без внимания. «Если температура длится более трех дней, если у ребенка кашель усиливается, если у ребенка появляется затрудненное дыхание, стонущее дыхание, ребенок отказывается от еды, от питья, это должно насторожить маму на то, что она должна повторно вызвать доктора и рассказать ему, что отмечается ухудшение состояния, а уже врач будет определять дальнейшую тактику пациента». Осень – это не только время ярких красок, но и вызов нашему здоровью. Поэтому не забывайте, что здоровье у вас одно, и за деньги его не купишь.